Конечно, День Победы немыслим без всеми любимых песен. «Катюша», «Священная война», «Синий платочек» — десятки композиций, которые не оставляют равнодушными никого. На этой неделе их пели буквально везде — на улицах, в концертных залах, в социальных учреждениях. И это тот случай, когда важен не профессионализм исполнения, а душевность и искренность. Юлия Сурова вместе с югорчанами слушала песни военных лет. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тусклозвезды мерцают». От слов этой по-настоящему мужской песни наворачиваются слезы, и их не стоит стесняться. Только вот как музыканту, считает Эдуард Бургарт, можно держать голос, чтобы эмоции захлестнули не тебя, а слушателя. Сложность состоит в том, чтобы проглотить этот ком, который у тебя стоит в горле, от того, что ты понимаешь, что приходилось проходить людям, и ради чего были эти песни написаны. 20 лет он дружит с гитарой. За это время уже сложилась своя манера исполнения. Вот и для военных песен старается придумать новую аранжировку. Для этого усложняет аккорды, но так, чтобы все было аутентично. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Тёмная ночь разделяет любимая нас, и тревожная чёрная степь пролекла между нами. Тёмная ночь в исполнении Максима Сударева играет уже новыми красками. Академический вокал позволяет ещё больше раскрыть суть песни, сделать её богаче, чтобы слушатель ловил каждую строчку. И здесь главное соблюсти баланс. Манера исполнения баритона не должна быть в ущерб душевности. Во время исполнения этих песен необходимо сохранять холодную голову и горячее сердце. Потому что зритель сразу почувствует фальшь. Песни, они как оголённые провода всё время. И здесь нужно очень аккуратно, чтобы не задушились слёзы. А они душат. Практически все военные песни затрагивают чувства, которые связывают между собой несколько поколений одной страны. Мать узнала сына в тот же миг и пронёсся в материнский крик. Песни, Алексей, 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 Алексей. Словно сын её услышать может. На фронте ждали музыкантов и певцов. Эти бригады были как некая одушина после жуткой реальности. И сегодня оркестры собирают возле себя людей. В Сурбуте на 9 мая для горожан военные песни играл экспресс-бэк. Песни выбрали проверенные времена. Те, что шагали с бойцами по фронтам, и те, что написали уже после войны. Молодцы, молодцы. Аж за душу вот так вот берет, честное слово. Молодцы. Мы же даже танцевали. Припляску немножко получилось. Все знаем слова «Синий платочек». Мы в советских времен все слова знаем. Очень классный. Много песен знаю, подпевал даже немножко. А какая твоя любимая песня? «Бьется в тесной печурке огонь». Слов нет. Слов нет. Со слезами на глазах. Военные песни в этот день не стеснялись петь и те, кто делает это непрофессионально. Просто строчки шли от души. Прямо на улице во время шествия бессмертного полка. Одни начинали, другие подхватывали. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходила на берег, Катюша, на высокий лень на крутой. Но особое значение эти песни несут для тех, кто пережил войну. Так ветераны дома-интерната в Шапше на несколько минут прервали концерт, который для них подготовили школьники. И сами, кто как может, исполнили эти знакомые и до боли дорогие строчки. Раскудрявый, плён зелёный и стрезной, Я влюблённый и смущённый для тобой. Плён зелёный, да плён кудрявый, да распудрявый и стрезной. Каждая песня – это дань уважения тем, кто не вернулся из боя, умер уже в мирное время или сейчас продолжает хранить память о войне. Это страдания, которые пережили миллионы. И теперь они легли строчками на музыку, которая уже точно не даст забыть героев былых времён. От героев былых времён Не осталось порой имён Те, кто приняли смертный бой Стали просто землёй и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok